4, 3, 2, 1, старт! В небо взмывает уменьшенная копия ракеты Р-7 «Восток», той самой, на которой 60 лет назад Гагарин полетел в космос. Но сегодня старт не такой удачный, и модель быстро пикирует на землю. Вышивной снаряд не сработал. То есть парашют не раскрылся? Неудачный старт и сильно расстроился? Ну да, такое бывает. Эти ребята расстраиваться из-за сломанных ракет не привыкли. Хотя порой собирают их месяцами. Если будешь стараться, то у тебя все будет получаться. И главное уметь и не нервничать, и не беспокоиться. А вот из чего у тебя сделано? Я вот вижу, это что? Это пенопласт, здесь веревка, внутри парашют и талька, присыпка, чтобы парашют легко выходил. А это плинтус, ну, это стабилизатор, чтобы ракета держала направление. Там внутри есть еще пыш, когда получается, там двигатель, он выталкивает парашют, а парашют выталкивает обтекатель, и все раскрывается и не спускается вниз. А у тебя, когда ломается ракета, что ты испытываешь? Идешь, собираешь останки, делаешь новые или обидно? Да нет, это наоборот будет показатель того, что нужно сделать еще лучше. Значит, тогда было неправильно, и лучше это исправить, чем потом пожалеть. А Гагарин твой герой? Конечно, он для всех герой. Понимаю, Восток, но United States, что за Америка здесь? Должны российские только были. Ну, она красивая сама по себе, ракета с двумя такими боковыми ускорителями. Ну и ребятам тоже понравилась. Вот эта ракета Patriot, она попроще для изготовления. Вот эта ракета Patriot. Это метеорологические наши СССРские ракеты. Это не пенопласты или как раз-таки какие материалы? Это ватман. Ватман? Значит, да, используется пенопласт, крылышки, стабилизаторы, бальзы. Чтобы изготовить эти копии, надо изощриться. Порой на модели не достать двигатели. Дефицит. А в кружках детей учат на оборудовании, что называется, гагаринских времен. К примеру, пульт из 70-х с работой справляется и сегодня. Но молодым нужны технологии. Вопрос в том, что в обеспечении детей материалами, помещением в том числе. А так, желающих очень и очень много. Ну, я вижу, вот техника у вас, это же все вот старое, советское еще. Конечно, конечно. Нуждаетесь вы в современном обновлении? В современном обновлении мы нуждаемся. Старк! Тяга двигателя 2,5 ньютона. Модель должна быть легкой. И то, никакой гарантии, что двигатель не взорвется еще на старте, никто не дает. Чаще с ракетами в руках видно только мальчишек. Но эти гагаринские старты – исключение. Я учусь на преподавателя информатики и технологии. Ну, нам просто, нас один раз попросили участвовать. У нас практика еще проходила по ракетам. Мы начали делать, мне понравилось. Сегодня в небо над Богородским взлетело рекордное количество ракетопланов. И пусть старт и финиш удачными были не у всех, желание делать ракеты еще совершеннее у ребят не пропало, а только усилилось. Мария Латышева, Жагал Целиндашиев. Новости дня.